Шесть стоит ограничений. Шесть. Это 30%. Нам бы для зерна хватило. Мы хотим жить по нормам. Предложение. Мост, на самом деле, через Зиргиз, например, который Маянгой, сильно не нагружен. Если такое ограничение, оно, наверное, для двухстороннего движения, давайте поставим светофор. И умножим на два. Для них, когда каждый день на работу, четыре автомобиля максимум одновременно могут находиться на этом мосту. Поэтому пробок, я думаю, не будет, а решение возможно. Что касается дорог, что касается мостов, если говорить о дорогах, то последние десятилетия финансировались по статочному принципу, в результате чего все дороги пришли в неводность. Кроме того, перестали существовать и предприятия, которые могли бы качественно строить и ремонтировать данные дороги. Все эти дороги устроились для иных нормативов. По нормативе, в котором я сказал 8 тонн на ось, он принят совершенно недавно, всего лишь 3 года назад. До этого норматива было 5. Кроме того, в результате длительной эксплуатации грузоподъемность мостовых сооружений, конструкций, она, естественно, уменьшается. Поэтому мы провели диагностику всех мостовых сооружений и определили на сегодняшний день несущую способность данных мостовых сооружений. В соответствии с несущей способностью произведено ограничение движения по мостовым переходам. На сегодняшний день мы активно ведем работу по восстановлению несущей способности мостовых сооружений. Николай Николаевич, про светофор говорите? Про светофор мы посмотрим это предложение. Если оно будет соответствовать всем нормативам, конечно, такое решение будет принято.